Что же случилось с нашим Валиком и почему он в зеленке? Ответы в этом видео! Подпишись на Свинки Шоу! Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу, наш канал о морских свинках! Подписывайтесь и будете в курсе всех последних событий из жизни Арнольда, Толика и Валика! А мы начинаем этот ролик! Всем приятного просмотра! В этом видео раскрою некоторые секреты, расскажу новости взаимоотношений моих морских свинок, так как не хочу от вас ничего скрывать и самые внимательные зрители уже заметили некоторые изменения на теле Валика, о чем писали мне, и я не могу оставить это все без огласки, не вижу смысла что-либо скрывать, потому как я стараюсь вам рассказывать все, что происходит в свинской жизни моих ребят. Так вот, к сожалению, конфликты сейчас у нас на пике и Арнольд и Толик всячески Валику показывают, что не он главный в этом стеллаже. Валик претендует на лидерство, как оказалось, у него достаточно боевой характер, он провоцирует конфликты и зачастую, да, именно он провокатор, и он получает потом от свинок. Эти драки можно было заметить и в наших прошлых видео, также в прошлой распаковке некоторые самые внимательные зрители заметили, что у Валика на бачке что-то появилось, какое-то зеленое пятно. Так вот, да, это была зеленка, я немножко психанула и прибегла к вот таким вот уже мерам, которые успокоили меня скорее, потому что я не могла уже больше смотреть на эти царапинки, которые по телу у Валика появлялись, и мне хотелось, чтобы они скорее затянулись. Что это за царапинки? Это не следы от зубов, от когтей свинок, потому как Арнольд, например, вообще редко вступает в конфликты лапами и зубами, а у Толика когти достаточно тупые, и Толик регулярно проходит стрижку когтей. Я не думаю, что это все когтями он делает. Понаблюдав за своими свинками, я поняла, в чем дело. Это не следы драки, это следы побега Валика. Когда Валик пытается убежать от приставаний Толика, когда Толик только его пугает, можно так сказать, Валик начинает убегать и в это время он бьется о лесенке, о стены, о бортике. Это можно было увидеть в наших прошлых роликах. Эти царапины возникают, да, именно, мне кажется, от нашего обустроенного стеллажа, то есть какие-то деревянные детали, и все это оставляет на нежной коже лысой царапинки. Свинки с шерстью все-таки имеют большую степень защиты, шерсть, она не дает так быстро травмироваться нежной коже, поэтому Валик страдает от того, что сам же первый эти конфликты сейчас начинает среди свинок. Он всячески пытается показать свое первенство, а Арнольду и Толику, можно сказать, такому сложившемуся коллективу это не очень нравится. Арнольд и Толик пытаются уединяться, держаться в стороне, а Валик постоянно к ним приходит и показывает, что он лидер, что он хочет быть лидером. Если Арнольд довольно-таки мирно реагирует на данное поведение, он уходит, он пытается мирно решить конфликты, то Толик начинает пугать Валик, а Валик начинает убегать, и особенно ярко это проявляется в темноте ночью. Если днем еще Валик включает свою ловкость и старается убежать как можно быстрее, то в темноте получаются вот такие вот микротравмы. Меня это, конечно же, огорчает как хозяйку, но надеюсь, в скором времени мы решим эту проблему. Буду держать вас в курсе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся совсем скоро! Всем отличного настроения, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok